Итак, всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам интересную программу, предназначенную любителей красивых декораций на серверах. Как вы, возможно, знаете, в моде Open Computers имеется вот такой вот интересный блок под названием 3D Printer. Он позволяет печатать настоящие 3D модели, то есть настоящие блоки, любые формы, любого размера, любые текстуры и так далее, и ставить их в Майнкрафтовском мире. Ну, к примеру, с помощью этого принтера можно печатать вот такой вот красивый логотип вашего сервера, стоящий аж из 9 блоков. Вот такую вот напольную лампу, 3D-блочную структуру, или вот такой вот трофей-волк, стоящий из двух блоков. Ну, к примеру, для этого видео я сделал небольшую простенькую модельечку. Давайте мы ее напечатаем, нажимаем кнопку напечатать, и на нашем патерапринтере сразу начинается процесс печати. Так, смотрим. Берем эту модельечку, ставим ее вот сюда, и мы видим, что это некая такая ютубовская награда, кнопочка за определенное количество подписчиков. Мне, кстати, за 100 тысяч подписчиков так и не дали ее, так что пошли-ка не нахуй, я сильно обиделся, но, по крайней мере, пусть она хотя бы в Майнкрафте у меня где-нибудь добудет. Давайте ее оставим на место, и, собственно, покажу вам, как работать с этой программкой. Значит, что вообще у нас здесь имеется? У нас, как вы видите, имеется голографический проектор, на котором отображается вот эта же моделька, которая в данный момент находится у нас на экране. На экране мы можем задавать стартовые и конечные точки этой модельки, то есть, оставлять ее из кубиков, и на проекторе, собственно, ее рассматривать более детально. Также на проекторе имеется вот такая вот голубая рамочка, отвечающая за текущий слой, на котором мы находимся. Слои переключаются с помощью колесика мышц, то есть, видите, первый, там, второй, третий, четвертый и так далее. Также, каждая моделька, если вы присмотрите, состоит из отдельных элементов. То есть, мы видим, что у них есть такие вот небольшие маленькие параллелепипеды, небольшая сеточка. Это сделал AfterModel OpenComputers для каких-то своих ограничений. И всего вот этих маленьких параллелепипедов может быть 24 штуки на модель, как правило. Это все дело изменяется в конфиге сервера, но стандартно 24. С помощью вот этих небольших кнопочек в правом нижнем углу вы можете выбирать текущий элемент и размещать его на 3D-пространстве. Собственно, давайте я вам покажу. Так, нажмем файл новый, создадим новую 3D-шную модель. Значит, выберем первый элемент, то есть, который мы будем первой размещать на карте. Выберем параметр управления элементом и зададим ему какую-нибудь текстуру. Или абсолютно любую, там не так уж важно. Давайте выберем какую-нибудь интересную текстуру, например, выдадим себе грибной блок. Поставим вот этот грибной блок на землю. Также поставим сюда блок шерсти розовой. Сейчас вам покажу, что хочу. Также откроем вкладочку с модом Open Computers и возьмем так называемый выбор текстур. Некий предмет, который позволяет выбирать текстурки. Кликаем им на блок и у нас пишется Open Computers, когда звание вот этой текстурки. Mushroom Block Insight. Значит, пишем сюда Mushroom Block Insight. Нажимаем кнопочку OK. И теперь с помощью правых и левых кликов, вернее только левых кликов, мы можем располагать нашу модельку на 3D-пространстве. Выберем первый слой. Выбрали. Так, кликаем вот сюда. Перемещаем с помощью колесика на третий слой и кликаем вот сюда. И мы видим, что у нас в нашем пространстве вот такая вот штучка появилась. То есть вот этот нижний угол, это первая точка, а вот это вот вторая точка. Отлично. Выбираем следующий элемент, то есть второй прямоугольничек. Переходим на четвертый слой. Так, вот так вот. Выбираем и вплоть до, скажем, до 12-го слоя ведем вот такую длинненькую линию. Вот такую. У нас появилась такая вот небольшая наша буквка T. Далее. Выбираем следующий блок. Изменим мы текстурку на розовую шерсть. Давайте узнаем текстуру розовой шерсти. Wool Color Red Pink. Нажимаем ОК. И располагаем наш элемент вплоть до 16-го слоя. Вот так вот. То есть видите, рамочка перемещается вместе со слоем. У нас появился такой вот красивый 3D-член. Так, давайте его, собственно, напечатаем. Нажимаем кнопочку Печать. И на принтере начинается печать нашего будущего члена. Давайте все удалим. Ненужное. Так, берем и ставим ее вот сюда. Это самая простая 3D-модель, которую мы смогли напечатать. Давайте также изменим название нашей модельки, чтобы она была как-то поинтереснее. Ну, к примеру, Член. Банально. Длинный. Длинный. Потом про состояние еще расскажу, что такое неактивное. Активное. Так, как кнопка пока не надо. Нажимаем, собственно, ОК. Нажимаем Напечатать. И у нас печатается наша моделька члена заново. Только уже с измененным параметром. Так. Берем наш член. Ставим его сюда. И теперь, собственно, у нас у нее имеется описание. Член и длинный-длинный. Вот так вот. То есть название и описание. Также есть дополнительные параметры. Такие, как, например, Коллизия. Если вы вырубите Коллизию. И снова напечатаете блок. То вы сможете проходить сквозь него. То есть вы не будете своим персонажем. То есть Стивом, там, этим человечком, грубо говоря, сталкиваться с вашим членом. Вот так вот. То есть вы видите, будете сквозь него проходить, как через призрачную такую предфигурку. Это очень полезно, например, для создания таких ложных дверей. Например, там, замаскированный вход там где-нибудь сделать и так далее. Но это еще не все возможности. Давайте, собственно, врубим врат на Коллизию. Врубили. Я вам покажу еще какое-то интересное. Теперь изменим параметр и выберем состояние активное. Значит, объясняю. У моделей всего есть два состояния. Первое это активное. Второе неактивное. Мы с вами сейчас сделали неактивное состояние. То есть просто член стоит и все. Однако, если мы кликаем на нашу модельку правой, правым кликом мыши, то она попытается изменить состояние на активное. То есть будет другая уже моделька совершенно. И, собственно, другую модельку мы сейчас в активном состоянии, видите, вот сейчас будем делать. Выбираем наш четвертый, этот самый. Четвертый элемент. К слову, элементы, они общие для двух состояний, так что их количество строго ограничено 24. Так, ведем снова MashroomBlockInside. И сделаем наш член чуть более коротким, как бы на... Так, переходим на первый слой. Обратно. Так, вот так. И раз, два, три. Так, стопы. Раз, два, три. Вот так вот. Нарисовали. Это наша стандартная стартовая зонка. Выбираем следующий элемент. Переходим на следующий слой. И уже, скажем, где-то до восьми. То есть сделаем его чуть короче. И берем следующий элемент. Пишем обратно, как там, WoolColorEd, по-моему, Pink, да? WoolColorEdPink. Так, и следующим элементиком с девятой по уже двенадцатую. Делаем наш новый член, только уже укороченный. Нажимаем напечатать. И, собственно, сейчас вы все увидите, что такое два состояния объекта. Так, выбираем наш член. Ставим его сюда. И если мы на него нажимаем, он изменяет состояние на второе. Вот так вот. То есть он работает как рычаг в данной ситуации. Также здесь есть параметр, как кнопка и RedstoneSignal. Выбираем их, печатаем заново. И объект будет вести себя как кнопка, а не как рычаг уже. Так, ставим сюда. То есть, видите, как бы он будет сам отжиматься постепенно. И также он испускать будет RedstoneSignal. Как обычный рычаг или как обычная кнопка. Видите, так, тык, тык. Довольно удобно. То есть вы можете сделать вот такой членный стенд-крыватор ваших дверей, скажем, перед входом в вашу хату. Так, отлично. Давайте, собственно, покажу, как сохранять модельку. То есть, допустим, вы сделали прекрасную модель. А, так, это еще не все. Кстати, потом покажу еще кое-что. Нажимаем файл сохранить. Пусть будет член.3dm. Формат модели 3dm стандартный. Так, сохранили. И давайте откроем обратно нашу ютубовскую кнопочку. Она у меня сохранена уже так. ET2.3dm. Просто путь к файлу указывайте. Нажимаем. Открывается наша ютубовская фигня. И давайте я вам покажу одну интересную штуку, которая отвечает за освещение объекта. Поставим уровень света 15. Нажимаем напечатать. Так, давайте все удалим у нас из инвентаря. Все лишнее. Так, выбираем нашу фиговинку. И давайте выберемся куда-нибудь там наружу. Из нашей хаты. Как раз у нас сейчас там утро на дворе. Ну, в принципе, я думаю, сейчас сделаем ночь. 16.00. Так, это так надо. Выберемся куда-нибудь подальше. Вот, допустим, сюда здесь темная зона. Поставим нашу фиговинку. Видите, она будет излучать такое небольшое освещение. То есть, как лампочка, считайте. Вы можете сделать там лампочку, которая включается по правому клику, выключается и так далее. То есть, в принципе, ваша фантазия здесь как бы ни на чем не ограничивается. И, кстати, если вы хотите, собственно, поиграть на хорошем серваке, где не забанены эти 3D принтеры, то есть, где вы можете свободно печатать любые 3D объекты, вы заходите на сервак Dreamfinity, ссылочка будет в описании. То есть, я, в принципе, здесь играю. Вот. Так что, давайте я сейчас покажу вам, что здесь можно еще сделать. С помощью этой фигни. Также у каждого элемента из 24... Так, секундочку, подлагивать немножко. Смотрите, какой робот у меня шикарный. Вот, охраняющий наш вход. У каждого элемента есть дополнительный параметр, под называемый оттенок. Выберем, скажем, зеленый оттенок. Вот такой вот, яркий. И включим его. Окей. И напечатаем. Сейчас вы поймете, что это такое. То есть, вы можете на свою текстуру, на любую, дополнительно накладывать определенный еще оттеночек сзади. То есть, видите, она стала как бы такой вот... Надеюсь, конечно, плохо очень видно. Потому что текстура неправильная. Давайте поставим не черную шерсть, а, скажем, стоне, то есть камень. Вот так вот. Еще раз напечатаем. Так, давай быстрее. В принципе, чернила и вот этого, так называемого, хамелиума, из которого все дело печатать, довольно-таки долго хватает. Вот видите, то есть у нас камень приобрел такую зеленоватый оттеночек. Это просто опционально вы можете сделать, чтобы придавать дополнительные, скажем так, пикантности вашим блокам. Так, это что касается 3D-модели. Теперь я вам покажу, что можно сделать с проектором. Вы можете изменять масштаб проектора. Поставьте, допустим, 100%, и у вас перед, собственно, вашим лицом будет на всю, допустим, на всю вашу хату огромный такой 3D-член. Это прекрасно просто выглядит. Также есть параметр включить вращение. То есть ваша моделька может вращаться, как бы, так вот на проекторе, и вы можете наглядно, как бы, с ней работать. Но при этом начинается дроп с FPS. Ну, по крайней мере, только у меня. Вы можете отключать пока слой с синенькой рамочкой, чтобы он просто вам не мешал. Если, конечно, это вам, конечно, необходимо. То есть чисто, чтобы моделька показывалась. И вы также можете изменить палитру проектора. То бишь, выбираете цвет активного элемента, допустим, там, зелененький, цвет, там, других элементов, к примеру, там, какой-нибудь, там, фиолетовый, там, не суть важно. Ну, и цвет рамки, там, не знаю, желтый. Отлично, грязно-желтый, пусть будет окей. И у проектора меняется цветовая палитра. То есть, как вы знаете, что у проектора может быть всего максимум 3 цвета, абсолютно любых 16-ричных. Но, по крайней мере, эти цвета отображаются вполне корректно. И мы видим, что поскольку у нас выбран вот этот задний слой, задний кусочек, самый первый элемент, видите, он отображается, как бы, таким вот цветом, другим совершенно. Выбираем другой элемент. И у нас отображается, видите, как бы, другим цветом другой элементик. Ну, как-то так. В общем, так, что у нас, в принципе, здесь еще есть? Давайте я вам покажу, как можно с интернета скачивать модельки в формате 3DM и заливать их на ваш комп. Откроем браузер. Тормознутое говно. Так, давайте введем какую-нибудь фразочку по типу OpenComputers3DModel. Наверняка, какая-нибудь ссылочка будет. А, ну вот, я что-то смотрел уже здесь. Так. Это у кого-то чувака на GitHub'е наверняка есть модельки, какой-то CouchTable, CouchTable. Вот, собственно, так выглядит наша 3D-моделька в таком формате. Нажимаете кнопочку RAL, то есть вы должны получить этот текст самой модельки. Сейчас у меня ком прогрузится. Так, копируем ссылочку. Так, господи, просто берем, копируем текст, да и все, не парим. Закрываем браузер нахер. Так, открываем обратно наш мини-сруфт. Выходим в нашу операционную систему. Кстати, программка 3D Print находится вот в S-очке вот здесь. То есть вы можете легко запускать и, собственно, наслаждаться модельками. Давайте создадим новую модельку по типу test.3DM. И с помощью среднего колеса мыши, средней кнопки мыши, мы вставляем наш текст из буфера обмена реального в Open Computer. Дальше. Открываем обратно нашу операционную систему. Запускаем наш 3D Print. Нажимаем файл. Открыть. Test.3DM. Открываем. Ну и у нас открывается вот такой вот тренерский стол. CouchTable там хуй знает. Ну, в общем, вот такой вот столик, он симпатичный. И вы можете его напечатать. Кстати, странно, что у автора он повернут как-то горизонтально. Ну да ладно. В принципе, я думаю, это не проблема. И, собственно, ваша моделька вот так вот печатается. То есть вы можете импортить 3D-модельки из других редакторов, из других сайтов, которые созданы, собственно, так же. Вот. В общем, такая вот красивая программка. Вроде бы я все вам показал. Так, проверим, сейчас точно ли я показал. Неактивное описание, свет и так далее. Да-да-да. Вроде все. Так что, если, кстати, кликнуть на кнопочку о программе, вы можете увидеть, собственно, автора меня и бета-тестеров этой программки, которые помогали, собственно, ее адекватно писать. Так, файл, выход. Так что, всем спасибо. До новых видео, до новых встреч. И, к слову, чтобы эту программку поставить, вам необходимо скачать мою ОС. Ссылочка, как обычно, будет в описании видео. Там для команды, для установки по стабинамеран 0N5, по-моему, B1GU. Как-то так. Так что, всем удачи в создании ваших красивых интерьеров с помощью этого софта прекрасного. Так что, всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok